Привет дорогие друзья! Снова с вами Зомберус. В сегодняшнем золотом гайде мы рассмотрим уникальный пистолет-пулемет, который несет гордое имя Миротворец. Миротворца по праву можно назвать революционным пистолетом-пулеметом. И все благодаря тому, что это первый загружаемый ствол в серии игр Call of Duty. И как вы понимаете, чтобы открыть его, вам потребуется купить DLC под названием Revolution. Если честно, оно того стоит. На мой взгляд, это лучший пистолет-пулемет в игре. По факту он является гибридом между штурмовой винтовкой и пистолетом-пулеметом. Но об этом чуть позже, а сейчас рассмотрим статистические данные. Максимальный урон 33 наносится на расстоянии до 35 метров. Минимальный урон 18 наносится после 63 метров. Скорострельность 700 выстрелов в минуту. Перезарядка тактическая у вас займет 1,9 секунды. Полная перезарядка отнимет у вас 2,5 секунды. Начнем с того, что характеристики Миротворца разрывают все шаблоны. Несмотря на самую низкую скорострельность и самый маленький урон в классе пистолетов-пулеметов, Миротворец является очень эффективным пистолетом-пулеметом. А все за счет невероятной дальности стрельбы. Дальность действия Миротворца самая высокая в классе пистолетов-пулеметов. Плюс ко всему, у Миротворца очень хороший показатель скорости убийства на средних и дальних дистанциях. Это, конечно, не скар, но он может составить конкуренцию другим автоматическим штурмовым винтовкам. Чему же причина таких необычайных характеристик? А причина заключается в происхождении Миротворца. Как говорилось ранее, Миротворец это гибрид, между штурмовой винтовкой и пистолетом-пулеметом. Треарх сделали монстр Франкенштейна, который вобрал в себя все лучшее от этих двух классов оружия. От ПП мы получили удивительную мобильность и легкость. Проще говоря, с Миротворцем мы быстро бегаем и быстро движемся в режиме прицельной стрельбы. Хотя в каждой бочке есть ложка дегтя. От ПП нам достался низкий урон. От штурмовых винтовок нам досталась дальность действия, низкая скорострельность и повышенная пробивная сила. Пробивная сила это способность пули сохранять урон при проходе через препятствия. Многие могут сказать, что низкая скорострельность для пистолетов-пулеметов это плохо. Но не для Миротворца. Низкая скорострельность позволяет нам контролировать пистолет-пулемет при стрельбе на дальних дистанциях. Отдача у Миротворца очень мягкая и приятная. Даже несмотря на то, что есть небольшое отклонение вверх. Но с этим очень легко справиться. Ну а теперь давайте поговорим о тактике боя. Из-за своей скорострельности Миротворец мало пригоден для тактик раненгана. Для Миротворца нужно использовать тактики, которые характерны для штурмовых винтовок. А это значит, что мы должны играть аккуратно, по возможности не расшить вражеские позиции. Чаще играть в оборону и пытаться держать противника на расстоянии. Если противник приблизится к вам, то у вас мало шансов перестрелять его в ближнем бою. Особенно, если это будет какой-нибудь Скорпион Эво. Теперь поговорим о главном аспекте Клоу Дьюти. О модуле. Во-первых, я не рекомендую ставить следующие модули. Скорость. Модуль скорость увеличивает скорострельность с 700 до 1136 выстрелов в минуту. При этом мы потеряем главную фишку Миротворца. Это дальность действия. Она упадет на 60%. Плюс ко всему возрастет отдача. Следующий модуль, который я не рекомендую ставить, это FMG-патроны. Они увеличивают пробивную способность. В этом модуле, к сожалению, нет никакой необходимости. Миротворец полностью сохраняет урон при пробитии препятствий. Также не рекомендуем ММС-сканер. Он действует на близких дистанциях. А Миротворец плохо подходит на роль пистолета-пулемета для бегунков. Еще можете отказываться от подствольной рукояти. Как ранее говорилось, у Миротворца очень нежная и приятная отдача. Которую гасить нету смысла. Плюс ко всему вы не заметите разницу при использовании подствольной рукояти. А вот что из модуля я рекомендую, это глушитель, коллиматор и магазин. Я использую быстрый магазин, потому что быстрее перезаряжаешься и это спасет вас в некоторых ситуациях. А глушитель вскроет вас с радара с минимальными потерями в дальности стрельбы. При использовании глушителя дальность стрельбы падает на 15%. Теперь поговорим о перках. Ну тут все зависит от вашего вкуса. Но два перка настоятельно советую использовать. Это проворство и твердость. Проворство поможет быстрее переключаться на прицельную стрельбу. А твердость поможет в перестрелках на средних и дальних дистанциях. У вас меньше будет колбасить от ранений. И тем самым вы не будете сбиваться от своей цели. Ну а теперь можно подвести итог. В итоге мы получили уникальный в своем роде пистолет-пулемет. Миротворца можно смело назвать самым вариативным пистолетом-пулеметом. Который требует от игрока настоящего умения контролировать ситуацию. Если вы бегунок, то этот пистолет-пулемет не для вас. Миротворец больше подходит для тактического и размеренного геймплея. Например, в режимах доминейшн или штаб. Ну а также этот пистолет-пулемет себя хорошо показывает в режиме Searching and Destroyer. Я думаю на этом все. Можете написать свое мнение о миротворце в комментариях. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся на поле боя. А для фанатов Battlefield 3 есть прекрасная новость. На этой неделе выйдет гайд, посвященный SV-98. Ну ладно, пока.